Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Продолжаем разбор самых интересных, захватывающих партий, которые играются на командном чемпионате мира. И сегодня в центре нашего внимания поединок второго тура из командной встречи сборных Узбекистана и Израиля. В этом поединке белыми играл олимпийский чемпион в составе сборной Узбекистана международный гроссмейстер Жавахир Синдаров. Его соперником также был международный гроссмейстер, весьма опытный игрок Тамир Набатти. Эта партия является еще одним подтверждением того, что весьма часто в, казалось бы, очень спокойных пресных дебютных системах при желании можно найти какую-то интересную жертву, подкрутить позицию и в итоге получить очень и очень интересную партию. Итак, е4 сыграл Синдаров, е5, конь f3, конь c6, слон c4, слон c5. В этой позиции в наше время чаще всего играют c3 и далее пешку ставят на d3. Но узбекистанский гроссмейстер решил сыграть конь c3 и после конь f6 пошел d3. Идея белых – развить слона на g5. Это система тишайшая игра, которая очень часто встречается в партиях начинающих шахматистов. Игра здесь солидна, но в то же время достаточно проста, поэтому данная система в партиях ведущих шахматистов современности почти не встречается. Но, как уже было сказано, и здесь наши шахматисты сумели найти что-то интересное. После h6, препятствуя связке, h3 сыграл Синдаров, h6, слон e3. Конечно, можно разменяться на e3, но в итоге сдвоение пешек на руку белым, потому что их пешечный кулак в центре обеспечивает контроль над важными полями d4 и f4, а после короткой рокировки ладья белых уже будет активно работать по полуоткрытой вертикали f. В таких ситуациях при пешке на a7 часто отходят на поле b6, с тем, чтобы после слон бьет b6 со стороны белых забрать ab, открывая ладью. Но пешка стоит уже на a6, поэтому Набате, который не хотел брать на e3, предложил размен вот в такой редакции. Сыграл d6 и Синдаров забрал на c5. У черных теперь образовались двойные пешки по вертикали c, но взамен усилился контроль над центральным полем d4. 2-0-2-0, белые играют конь d5, слон e6. Конь e3 играют белые и хотят разменяться на e6. В этом случае сдвоенные пешки черных по вертикали e, конечно же, будут более слабыми, чем те же пешки по линии c. Поэтому черные защищают слона фигурой, конь h4. Очевидная угроза вторжения на f5. Черные прикрывают поле, взятие, ферзь бьет e6, и тут Синдаров играет f4. После взятия забирает ладьей. Конечно, шахматист из Узбекистана понимал, что в случае вилки ему придется сыграть ладья f6. Но эта позиция для белых очень и очень перспективна. Все же черный король ослаблен, угрожает конь g4 с нападением на f6 и h6. У белых тут солидная компенсация за качество и хорошие перспективы атаки на черного короля. Поэтому после ладья бьет f4, g5 на бате здесь и далее не играет. Ставит ладью на d8. Белые тут могли сыграть ферзь e2. И после конь d4, ферзь f2 могла быстро получиться ничья. Конь отходит, нападая на ладью. Тяжелая фигура белых ограничена. Она отходит на g4. После конь f6, назад на f4, конь h5, либо на g3 та же идея. Вечное нападение на ладью и ничейный исход. Но после хода ладья ad8 белые сыграли b3. Конь d4, ладья f2. Теперь уже вилки на g5 нет. Черные могли спокойно пойти ферзь e5 с идеей вторжения на g3. Но израильский гроссмейстер подметил очень интересную тактическую возможность, которая базируется на незащищенности белых коней и противостоянии по вертикали d. Набате забрал на e4. У белых нет выбора. Жертву принимать нужно. Конь f5. Вот такой тройной удар. Вскрытое нападение на белого ферзя и одновременная вилка от черного коня по двум коням белых. Ферзь e1 сыграл Синдаров, защитив одного из коней. И после взятия на h4 g3. Своим 17-м ходом черный действительно пожертвовали фигуру. И жертва эта отнюдь не временная. Потому что здесь черный конь, застрявший на краю доски, рано или поздно теряется. И весь вопрос в том, сумеет ли черный получить за него достаточную компенсацию. Набате, конечно, заранее все это рассчитал. И ему показалось, что компенсация действительно будет вполне приемлемая. Ладья d4 играет израильский гроссмейстер. Конь g4. И после f5 белым, конечно, брать пешку не следует. Размен ферзей. И черный конь выходит сухим из воды. Причем у черных тут уже лишняя, хотя и сдвоенная пешка на ферзевом фланге. Поэтому после хода f5 конь h2 сыграл Синдаров, понимая, что черному коню все-таки не выбраться из-за подни. Взятие на e4, ферзь f1, ладья e8 и, наконец, белые забирают фигуру. Ладья бьет h4, конь f3, ладья e4, ладья d1. Посчитаем пешки. У черных их три за белого коня, что является вполне достаточной материальной компенсацией. К тому же черные владеют вертикалью e. У белых пока нет никаких активных возможностей по линии d. Поэтому позицию нужно признать примерно равной. Интересная борьба продолжилась. Ладья e3, ферзь g2, король h7, прикрывая пешку g6, ферзь g3 и ладья e7. Ладья g2 играет Синдаров и после g5 ставит ладью на f1. f4, ферзь g6 и партия переходит в окончание. Король g6, ладья d2. В этом положении у черных был интересный ход c4. Вот так постараться разменять одну из двойных пешек на ферзьевом фланге. После ладья ff2 взяли, забрали, а5 играют черные. В будущем можно либо укрепить пешки, сыграв b6, либо и вовсе сыграть b5 и а4, создавая отдаленную проходную. Черные держат равенство. Но после хода ладья d2, ладья e2 сыграл на бате, он сам стремится к размену одной пары ладей, что впрочем никак не улучшает его положение. Ладья f2 взяли, забрали и тут c4 черным уже нужно было ходить. Дело в том, что этим ходом черные берут под контроль важнейшее поле d3. И после король f2 с идеей ладья e2, черные заходят на e3 и предложить размен путем ладья d3 у белых не получается. А после ладья e2 можно зайти на c3, атакуя пешки ферзьевого фланга. Так черные удерживали равновесие. Но в нашей партии после хода ладья бьет d2, на бате решил просто стоять. Сыграл b6, король f2, пошел Синдаров. И если теперь зайти на e3, то уже можно сыграть ладья d3, выдавливая черную ладью с форпоста по вертикали e. Поэтому король f6 играет израильский гроссмейстер. И белые, прикрыв поля вторжения по линии e, заходят на d8. Ладья e3, ладья f8, король e7, ладья c8. Обе ладья активизировались, но белая, конечно же, более активна. В том плане, что имеет уже конкретные объекты для атаки. А единственный объект атаки черной ладьи, пешка c2, после ладья c3, очень удобно и надежно защищается конем с поля e1. Король d6 играет черные, прикрывая одну слабую пешку, но ладья белых нападает на вторую. И тут черным нужно было бросить пешку h6 и двинуться королем в центр. После взятия ладья g3, попытка получить две связанные проходные на королевском фланге, в конце концов, увенчалась успехом. Но все же они не являются достаточной компенсацией за лишнего коня белых. Ладья b7, король c6, ладья f7 и черным вряд ли удастся сделать ничью. Хотя, конечно, для достижения победы белым нужно преодолеть ряд технических трудностей. Но в нашей партии после ладья h8 черные сделали серьезную ошибку, просто сыграл ладья h3 и зевнув несложный ход конь f3 с очевидной идеей конь g5. Конечно, король e6 уже не сыграешь, конь g5 будет и вовсе вилкой. Пешку g защитить черные не могут. Король d5 сыграл здесь на бате, но c4, вот так, завлекая черного короля под ту же вилку. Но он отходит не на e4, не на e6, а на c6. Отогнав короля черных, белые забрали на g5. Шах король f3, взяли, забрали с шахом король d7, король бьет f4. Тут позицию белых уже нужно признать выигранной, потому что их мощная проходная пешка g, поддержанная тремя фигурами, очень быстро устремляется вперед. Ладья b2, играют черные. Ладья h3, a5, конь e4, король e6 и пешка пошла. Ладья b1, g6, ладья f1. Ну и конечно тут главный прием защиты от шахов, это перекрытие ладьей. Далее снова перекрываемся ладьей, король g5, ладья f8, g7. И тут понимая, что следующим ходом белые пододвинут короля на g6, Тамир на бате сдался. Вот такая напряженная партия с интересной позиционной жертвой коня в исполнении израильского гроссмейстера. Все же будем честны, шансов на победу черные после этой жертвы коня не получили. Конечно, игра стала более динамичной, но в конце концов белый конь сказал свое веское слово и Узбекистан в этой партии победил. Как впрочем выиграл и весь матч у сборной Израиля со счетом 2,5 на 1,5 очка. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание, до свидания.